Лекция по Бхагавадгите, глава 7, тексты 11 и 12. Прочитана его божественной милостью Ачеба Ктивиданты Свами Прабхупадой, 25 февраля 1974 года в Бомбее, Индия. Перевод. Я – сила сильных, свободная от страсти и желания. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Бхарат. Следующую шлоку тоже. Перевод. Знай же, что все состояния бытия, будь то благости, страсти или невежести, созданы моей энергией. Я есть все, и в то же время я стою в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы, это они подвластны мне. Кришна объясняет во всех деталях то, как можно сознавать его 24 часа в сутки. Один из методов, как рекомендует Чайтани Махапрабху, Киртаниya Садахари. Киртаниya Садахари. Это признаки Махатмы. Святое имя всегда у них на устах. Сататам. Это же советуют Чайтаниya Махапрабху. Киртаниya Садахари. Это жизнь. Для этого предназначена жизнь человека. Киртаниya Садахари. Нам нужно есть, потому что у нас есть тело. Сводя телесное наслаждение к минимуму, что такое телесное наслаждение или потребности? Если потребности вашего тела становятся избыточными, это называется камой. В противном случае удовлетворение нужд тела не считается камой. Поэтому Кришна говорит Дхарма-авирудха. Религия предполагает упорядочивание. Дхарма-дхарма-дхарма-дхарма-дхарма-дхарма-дхарма-дхарма-дхарма. Во всем нужна мера. Например, мы получаем от властей лицензию. Даже тот, кто владеет винным магазином, что нехорошо, должен получить лицензию на торговлю, которая регулирует его деятельность. Регулирование. В этом состоит смысл шастр. Слово шастра, долгой «а», образуется от шаздхату. Шаздхату означает управление, контроль. От шаздхату образуется слово шасана, управлять страной. От шасаны, слово шастра образовалось от слова шастра, образуется слово шастра с короткой «а». Шастра значит оружие, например, сабля или оружие называются шастрой. Есть также слово шастра с долгой «а», регулирующие принципы, кодекс. Нельзя нарушать кодекс. На сукхам савапнате вы должны следовать регулирующим принципам согласно шастре. Здесь Кришна говорит «дхарма авирудха кама». В шастре утверждается «Дживо дживасе дживанам» Живые существа существуют, поедая других живых существ. Такова природа. Ахастани сахастанам Об этом сказано в шастре в Бхагватах. Те, у кого нет рук, являются пищей для тех животных, у которых есть руки. Те, кто поедает животных, тоже животные. Даже люди едят животных. То есть это животные в форме человека. У человека есть руки с ахастанам. Хаста значит «рука». Оса — «сав». Животные — ахастанам, ахастани. У них нет рук, у них есть только ноги, четыре ноги. Животные — это те, кто питается мясом. Это те же животные, но с руками. В этом разница. Вот животные. Например, коровы, козы, бараны — это животные. Есть также собакоеды. Есть такой термин «швапача». Швапача — значит «те, кто ест собак». Даже если человек родом из семьи собакоедов, до сих пор есть такие люди. Так вот, если он повторяет маха-мантру Харе Кришна, он удостаивается славы. Таких людей называют чандалами. Даже если он чандал, чандал означает «собакоед». Такие люди, поедающие животных, согласно описаниям шастр, тоже животные, но двурукие животные. Ахаста-мамса-хаста. Ападани — это те, у кого нет ног, как у растений, деревьев, травы. У них нет ног. Они стоят на одном месте. У них есть ноги, но они не способны передвигаться. Их называют «падапа». Те, кто едят ногами. Мы едим ртом. Они же едят ногами. Так шастры приводят детальный анализ существ в зависимости от их чувств и силы. У рыб очень высокая чувствительность. Они могут почувствовать врага на расстоянии трёх километров. «Кто-то приближается, чтобы съесть меня». Всё это описано в Бхагаватам. Лягушки могут находиться в самадхе много-много лет. Поэтому самадхи, к которому стремятся йоги, не являются таким уж великим достижением. Это можно наблюдать даже среди животных. Как-то давно я читал о том, как в угольной шахте в залежах угля шахтёры обнаружили лягушку, которая сделала прыжок и умерла. То есть эта лягушка находилась в слоях угля многие тысячи лет в состоянии самадхи. Кумбака. Они владеют кумбака йогой. Поэтому в этом нет ничего сверхъестественного, потому что, в конце концов, живое существо вечно, бессмертно. Нет ничего поразительного в том, что по каким-то причинам живое существо живёт дольше положенного срока. Но чудо в том, чтобы остановить рождение и смерть. Вот что такое чудо. Кто-то может прожить до 300 лет, но это не должно нас сильно изумлять. Как я объяснял, в шастре говорится о регулирующих принципах. Чтобы достичь в жизни совершенства, мы должны следовать регулирующим принципам. Мы должны быть как честные граждане. Кто такие честные граждане? Это те, кто следует законам государства. Законопослушные граждане неукоснительно следуют законам правительства. Точно так же, лучшими людьми считаются те, кто соблюдают законы Бога. Те же, кто только нарушают законы Бога, именуются душкритина, негодяями. Те, кто только делают, что нарушают законы Бога. Душкритина, негодяи. Такие люди. Есть много категорий людей. Кришна упоминает некоторых из них. Душкритина – те, кто лишь нарушает законы Бога. Такие люди именуются душкритина. Они не могут прийти к сознанию Кришны, к сознанию Бога. Человек должен следовать правилам и ограничениям шастре. Шастре – это то, что регулирует вашу жизнь. Регулируемая половая жизнь – это шастре. Это регулирующий принцип. Вам не следует вступать в связь даже со своей женой, если вы не собираетесь заводить потомство. Детей в сознании Кришны, а не кошек и собак. Это дхарма-вирудха. Это не противоречит религиозным принципам. Это очень хорошо. Например, вашей целью может быть воспитание брахмачари. Откуда берутся брахмачари? От грехаст. Если человек не вступит в брак, как сможет он произвести на свет детей, которые станут брахмачари? Если ваши дети становятся брахмачари, вы можете производить на свет сотни брахмачари. Это позволительно. Но не порождайте кошек и собак. Вот что значит дхарма-вирудха. Кришна говорит «Я это». Кришна есть всё. Кришна пребывает даже в сексуальных отношениях. Но каких дхарма-вирудха? Тех, что не противоречат законам шастры. В шастре сказано, что вы можете вступать в связь после месячных. Но когда ваша жена становится беременной, секс недопустим. Недопустим. Таково предписание шастры. Вы не должны вступать в близость ради зачатия незаконных детей. Таких детей называют варна-санкара. Тот, кто производит на свет нежеланных детей, наполняет мир варна-санкаре нежеланными детьми, от чего мир превращается в ад. Об этом сказано в Бхагавадгите. Это факт. Об этом все знают. Столько детей. Я видел это преимущественно в странах Запада. Девушка не замужем, но у нее есть ребенок. Что это? Что это такое? Это варна-санкара. Варна-санкара увеличивается, мир превращается в ад. Почему сейчас столько бед? Потому что, поймите меня правильно, это соответствует словам шастры, все население представляет собой варна-санкару. Поэтому люди не следуют регулирующим принципам. Если следовать регулирующим принципам, проблем не будет. И данный регулирующий принцип – это Кришна Своя. Он говорит, дарма-вирдхья-камас ми бхуте-ису баратар-сава. Поэтому даже в зачатии детей есть сознание Кришны. При условии, что вы придерживаетесь определенных принципов, все можно занять. К примеру, как я объяснял Джорджу, он только что пришел, на самом деле нет ничего материального, все духовно. как в самом начале сказал Кришна. Пракрити – моя природа. Про природу я уже рассказал. Например, природа огня. Как вы понимаете эту природу? По теплу и свету. Если где-то горит огонь, приводится такой пример. Если мы видим дым, это свидетельство, это присутствие огня, это признак. Дым нельзя отделить от огня, это невозможно. Дым – это природа огня. Аналогично природа, природа и источник. К примеру, если горит огонь, идет дым, вы не можете отделить одно от другого. Аналогично, если материальная природа исходит из Кришны, как вы можете отделить ее от Него? Это тоже Кришна. Это сознание Кришны. Тот, кто, видя Бхуми, сразу вспоминает про то, что это природа Кришны, что это Кришна, сознает Кришну. Даже когда он смотрит на землю. Так это воспринимает преданный. О, эта земля такая хорошая, почему бы не построить здесь прекрасный храм для Кришны? Это видение в сознании Кришны. О, есть столько небоскребов, почему бы не построить хороший храм-небоскреб для Кришны. Это сознание Кришны. Как только вы обретаете сознание Кришны, вы становитесь духовными. Как только вы приблизитесь к огню, то тут же начнете нагреваться. Прикоснитесь к железному пруту, помещенному в огонь. Он становится все горячее и горячее, пока не раскалится до красна. Когда он накалится, это уже не железный прут, это огонь. Прикоснитесь им к чему-либо, и он сожжет это. Подобно этому, если все ваше сознание поглощено Кришной, для вас не существует ничего материального. Ваше тело духовное, ваш ум духовен, ваша душа уже духовна, все духовно, сарва, калф и дам брама. Это сознание Кришны. Мы лишь должны привнести Кришну во всю свою деятельность. В этом цель движения сознания Кришны. И тогда не будет проблем. Привнесите Кришну. Кришна говорит, что бы ты ни ел. К примеру, мы едим прасад. Люди смотрят на нас, они едят дала-бхат и называют это прасадами. Они думают так, потому что не сознают Кришну. Но тот, кто сознает Кришну, ест, тот же дала-бхата. Но это уже не дала-бхата, это духовная пища, ибо она предложена Кришне. Кришна отведал ее. Кришна ест. Не думайте, что все осталось прежним, и что Кришна не касался этой пищи. Нет. Кришна отведал ее, но Кришна ест не так, как вы. Если я угощу вас чем-нибудь, вы все съедите, но Кришна пурна, пурна-сапурна-мадайо, пурна-меба-абхаси-счати, это указание вед. Он может все съесть, и при этом вся пища останется. В противном случае, неужели он говорит неправду? Он ест. Один друг является членом Ариаса Мадж. Он задал мне такой вопрос. Вы предлагаете пищу в храме. Но ест ли Кришна? Конечно, ест. Почему нет? Нет, ведь все остается, как же он ест? Но почему вы сравниваете свой способ питания со способом Кришны? Почему вы считаете, что это то же самое? Эти негодяи не знают, кто такой Кришна. Они думают, что Кришна подобен им. Мошенники. Они не знают его. Почему? Он не знает. Кришну можно постичь по милости Кришны. Если вы хотите постичь Кришну таттвата воистину, вы должны идти путем бхакти, а не путем абстрактных рассуждений. Услаждая чувства, Кришну не постичь. Он не откроется всем и каждому. Джога-мая-самах-брита Он скрыт. Например, по ночам мы не можем видеть солнце, но это не означает, что солнца нет в небе. Это глупость. Если кто-то думает, сейчас мы не видим солнца, а значит его нет, оно умерло. В былые времена люди так и думали. Некоторые люди думали, что солнце умирает. Итак, Кришна везде сущ. Как солнце, всегда находится в небе. Сейчас, скажем, половина девятого вечера. В Америке сейчас с половины девятого утра, и там светит солнце. Они видят солнце там. Поскольку в Индии, в Бомбее, в половине девятого вечера мы солнце не видим, это не означает, что оно прекратило свое существование. Если вы отправитесь сейчас в Америку, в Лос-Анджелес, вы увидите, что там солнце светит. Аналогично, Кришна всегда присутствует. Вы лишь должны подготовить свои глаза, чтобы увидеть Кришну. Поэтому Кришна говорит, тот, кто строго следует регулирующим принципам, даже в сексуальной жизни может увидеть Кришну. Сексуальную жизнь считают постыдной, но даже в ней вы можете увидеть Кришну, если следуете правилам и ограничениям. Поэтому, когда начинаются такие сыновья, они становятся преданными Кришне. Согласно принципам индуизма, существует десять самскар, очистительных церемоний, одна из которых Гарбадхана Самскара. Самскара должна быть и в сексуальной жизни. Гарбадхана Самскара это церемония перед сближением с женой. Особенно это относится к семьям Браманов, если Браман не соблюдает Гарбадхану Самскару, он тут же становится Шудрой. Так говорят шастры. Вы должны соблюдать самскары. Тот, кто следует Самскарам, очищается. Это называется Дхарма-Вирудха. То, что не противоречит регулирующим принципам. Если мы не следуем регулирующим принципам, мы животные. В этом разница между животным и человеком. Если ты не следуешь регулирующим принципам шастры, из-за того, что мы не следуем указаниям шастры, мы думаем, население увеличивается. Давайте же пользоваться противозачаточными средствами. Почему появились так называемые противозачаточные средства? Потому что наша сексуальная жизнь противоречит религии. Противоречит. Если же вы вступаете в связь согласно принципам религии, вам не нужны противозачаточные средства, потому что не запрещается становиться отцом и матерью. Не нужно лишь становиться отцом и матерью собак и кошек. Отцовство и материнство не запрещается. Такова природа. Будьте отцом сотен детей, но не производите на свет кошек и собак. Потому что тогда появится нежеланное население, проблемы, драки, общество лишится покоя и превратится в ад. Из-за того, что люди порождают детей в нарушении регулирующих принципов, весь мир наполнен варна-санкарой, и потому людям живется неспокойно. Если же вы будете следовать принципам Бхагавадгиты, мир наступит сам собой, потому что все дети, все мальчики и девочки будут благоразумными и сознающими Кришну. Поэтому шастра запрещает не стоит становиться отцом. Не следует становиться матерью. Не следует становиться гуру. дхармика. Если вы не можете вызволить своих детей в круговороте рождения и смерти, не остановитесь отцом. Это называется религиозным контрацептивом. Живите без детей. Это называется жизнью дхармика. Если вы можете спасти своих детей от рождения и смерти, а что такое рождение и смерть? Душа, настоящая жизнь внутри тела, она перевоплощается из одного тела в другое. Это называется смертью. Когда она выходит из одного тела и перемещается в другое, это называется рождением. Как только вы воплощаетесь клешедаа шедеха в теле, источники бесконечных страданий, вам вновь придется прожить мучительную жизнь. Поэтому, если вы можете остановить колесо переоплощений ваших детей, тогда можете зачинать их. Таково предписание шастра. Если отец не может спасти от рождения и смерти даже себя, ради чего ему заводить детей, отец должен сочувствовать детям, сыновьям. Он должен понимать, с какими страданиями сопряжены рождение и смерть. Каждый родитель желает благо своим детям. и это величайшее благодеяние. Этот ребенок появился из моего чрева, он стал моим сыном. Это его последнее рождение. Он больше не будет рождаться и умирать. Он получит все необходимые знания. Такова ответственность отца. Ответственный отец не учит своего ребенка есть мясо, чтобы тот поправился. Каким бы упитанным тот ни был, ему придется умереть. Вы не сможете остановить его смерть, откормив его как слона. Поэтому сказано Дарма Вирудха. Не зачинайте детей, если вы безответственны. Но они думают, мы будем заниматься сексом, но так, чтобы избежать этой ответственности, мы воспользуемся контрацептивами. Это величайший грех. Величайший грех. Вы убиваете человека. В западных странах они действительно это делают. Они узаконили это. Если общество опустилось до такого ужасного греха, как могут люди ожидать мира и процветания, это невозможно. Поэтому намам душкитина мудха, это шлока будет объяснять позже. Те, кто ведет греховную жизнь, душкитина. Крити означает достойные похвалы, но душкитина прямая противоположность, это не су-крити. Су означает ведущий к благополучию, а душкитина ведущий к беспорядкам. В наше время есть много разумных людей, они знают, как пользоваться своим интеллектом, но они душкитина. поэтому общество стало безбожным, в обществе нет мира больше. Все это дело рук душкитина. Их можно заменить на су-критина. Тогда наступит мир и процветание. спасибо вам большое.